Всем привет! Меня зовут Даша и сегодня я буду пополнять свою коллекцию советских танков. У меня на столе танк Т-62. И этот танк, мне кажется, одним из самых красивых танков, которые строила советская танковая школа. Также он несколько отличается от того танка, который я строила год назад. Давайте приступать к обзору и сборке этого танка. И как всегда мы начнем с обзора коробочки и посмотрим на бокс-арт. И здесь танк довольно пыльный, где-то в Средней Азии. И ему помогают и вертолеты, и БМП. Я до этого собирала две версии танка Т-62. И первый танк был как бы самым первым, который вышел в этой линейке. Этот танк немного модернизированный и здесь установлен пулемет. А теперь давайте посмотрим, что на обратной стороне коробки. И здесь небольшая историческая справка и собранный танк. И здесь мне нравится, как автор подобрал зеленый оттенок. Мне кажется, он тут очень удачен. И единственное, мне не очень нравится, как сделан брезент. Также еще детально показаны разные мелкие элементы, как лючки. И все выглядит очень прилично и высоко детализировано. Так что автомаркет, я думаю, здесь не нужен. А купить разнообразные модели танков Т-62 не только можно в магазине «Модельная лавка». Например, там есть богатый ассортимент инструментов от Мачете. Это отличный выбор для новичков. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы не только сэкономите 500 рублей, но и поможете моему каналу. Тут небольшая инструкция по окраске, которая нам дает, в принципе, полную свободу в выборе танка. Так как звезда не указала конкретный прототип, с которого она брала эту модель, и мы можем абсолютно любой номер придумать и набрать из наборной декали. И начинается схема со сборки башни. И я не очень люблю собирать башню в самом первом шаге. И предпочту начать с девятого шага, то есть собрать корпус танка. Давайте приступать. Ну а больше контента обо мне вне моделизма или неудачные дубли моей эмоции... Блин. Ну чушь какая-то, блядь. Ну а больше контента обо мне вне моделизма и неудачные мои эмоциональные дубли вы можете найти на моей страничке на пусте. А также вы можете поддержать там мою работу. Ссылочка на пусте есть в описании к видео. А также большое спасибо моим спонсорам, которые поддерживают меня через функцию спонсорства и на YouTube, и через ВК Донат, и в моей группе ВК. Ссылочка на группу также есть в описании. А в группе я публикую мои текущие стройки и также работы моих зрителей. И в этом шаге мне понадобятся детали на рамочке А, так как детали начинаются с индекса А. Значит, мне нужны А10, А22, А25 и А26. И для этого я беру рамочку А. И, кстати, очень удобно, что они обозначение вынесли за рамку, и очень легко найти. И ищем наши детали. Значит, днище. Это деталь номер А10. Так, у рамочки А тут две. Она как бы разделена пополам. Десятая деталь днища. Тут есть индекс 10. И с помощью бокорезов я отделяю деталь. Для этого бокореза я плоской стороной держу ближе к детали, но не сильно близко, чтобы не откусить часть детали. Потому что восстановить ее будет довольно сложно. И приступаю к обработке детали. Убираю пенечки. Сначала бокорезами. А теперь при помощи надфиля. И всегда в этом процессе надо быть довольно аккуратным, чтобы убрать вот эти излишки пластика, но при этом не сточить саму деталь. О танках Т-62 можно говорить бесконечно. И мало того, что, по моему субъективному мнению, это довольно красивая машина. Так и в нее в свое время создатели вложили довольно огромный модернизационный потенциал. Так что этот танк актуален и в наше время. И давайте обо всем по порядку. А это уже третий Т-62 на моем рабочем столе. И два года назад звезда выпустила стартовую версию этого легендарного танка. И видео о постройке есть у нее на канале. Эта машина получилась у советских конструкторов настолько удачно, что благодаря нехитрым дополнениям ее можно усовершенствовать для адекватного выполнения боевых задач в разные исторические периоды. Один из первых вариантов модернизации этой машины вы можете наблюдать в этом видео. Самая характерная деталь этой модернизации это зенитный пулемет. Это оружие было широко распространено во времена Второй мировой войны. Но после начала широкого применения реактивной авиации в зенитных пулеметах отпала необходимость. Так как поразить из него реактивный самолет довольно проблематично. И большинство первых послевоенных танков лишились этого орудия. Что мы можем наглядно увидеть у этого раннего танка Т-62. Еще одно отличие машин 70-х годов это дальномер. Рядом с маской головного орудия. И к 70-м годам конструкторы довели этот прибор до определенного совершенства. И его стало возможно использовать в массовом порядке. И также на моем рабочем столе побывала и афганская версия танка Т-62. Ее отличительной особенностью стала версия с характерными дополнительными бровями Брежнева. Как назвали их в народе. На самом деле это дополнительная броня в этих двух местах. Но тот образец, который делала я, дополнительно был защищен еще и траками в задней части башни. Конечно, в Афганистане Т-62 не уничтожал вражеские танки. Его использовали как передвижный ДОТ. И что самое интересное, работа над модернизацией Т-62 продолжается в наше время. Так, позапрошлым году на форуме Армия-2022 был показан очередной вариант модернизации этого ветерана. Его облепили блоками динамической защиты и поставили мачту с приборами наблюдения. Вы можете это наблюдать здесь. И этот танк тоже превратили в продвинутый ДОТ. Но судя по всему, эта идея так и не получила продолжение. Ведь уже на форуме Армия-2023 показали другую версию танка Т-62. И у нее в этот раз было больше элементов динамической защиты, а также появились решетчатые экраны. И эта версия больше походит уже на серийную версию модернизации этого танка. И так что спустя полвека своей жизни советский ветеран до сих пор актуален. И все это благодаря гениальности его конструкторов. Деталь обработана. И теперь я перехожу к следующей детали. Детали А-25. И это вот эта деталь. Вот ее индекс-25. И соответственно я по внешнему виду понимаю, что это она. Детали обработаны. И теперь можно приступать к сборке. И для удобства сборки лучше располагать детали так же, как и на схеме. Соответственно вот этой выемкой вперед. И ответные детали. Давайте начнем наверное вот с этой. Так же как на схеме располагаем вперед и вниз вот этим вот элементом. Так, прежде чем склеивать, лучше сначала примерить, как деталь стыкуется между собой. Отлично. И теперь вместо стыка я промазываю клеем. И так же ставлю я вторую половину. Для начала я ее тоже примеряю. И теперь при помощи клея аккуратно соединяю. И теперь я буду устанавливать заднюю часть. Для этого я так же ее немножко примерю. Так, и вся вот эта поверхность является поверхностью стыка двух деталей. Поэтому можно аккуратно ее промазать клеем. И устанавливаю. И я перехожу к установке верхнего бронелиста. Для этого я подготовленную деталь сначала примеряю. И теперь смазываю точки контакта двух деталей. И сейчас я буду устанавливать крышку моторно-трансмиссионного отделения. И так же примеряем. И смазываем. И я перехожу к установке ходовой части, а точнее катков. Для начала я установлю вот эту группу катков. И эти катки идут на первый и последний торсион. Видите, как интересно они находятся немножко несоосно. А теперь промежуточные катки. А передние ленивцы я установлю без клея. Обратите внимание, что они в движении. А так как они имеют движение, то эти детали мне помогут установить правильно гусеницу. Вот так. Ну, с нужным натягом. И я перехожу к установке над гусеничной полки. Тут для нее есть соответствующие пазы. И оба ступа. Значит, мы сначала примеряем. Я начала собирать башню. И теперь я буду устанавливать орудия. Для этого я промажу клеем это место. И в эти пазы установлю орудие. Готово. И мне надо закрыть люки. Значит, один люк установится сюда. И теперь я перехожу к установке второго люка. Позиционирую так же, как и на схеме. Этим замком, точнее элементом, петлей. Я бы так назвала этот элемент. Вперед. И так же изнутри проклеиваю. А следующим шагом я буду устанавливать дальномер. И я промажу сам элемент клеем. И установлю прямо над пушкой. И перехожу к установке башни на корпус. И мне нужно попасть вот этими двумя выступами вот в эти отверстия. А пулемет и брезент пока я не буду приклеивать на свой танк. Так как я планирую их окрасить отдельно. После сборки я отмыла модель от крошек пластика и пыли в мыльной воде. Хорошенько проплоскала и дала высохнуть. Далее я загрунтовала танк аэрозольным грунтом от звезды. И кстати я заметила, что качество этого продукта со временем может меняться. Что странно и не очень практично для пользователя. После грунта настало время покрыть модель основным цветом. И изначально я решила покрасить модель спиртовыми красками от JimScale. И в своей группе ВК я поделилась впечатлениями об использовании этой краской. И как объяснил производитель, такой эффект паутинки был характерен для первой партии этих красок. Но тем не менее эффект густой паутины был мне не нужен. И все-таки решила делать не такой уж старый танк. И убрав дефекты первого слоя краски, мне пришлось нанести второй, но уже красками от Мачете. И у них более предсказуемый результат применения. Но палитра у них довольно скудна. И мне кажется, что защитный цвет не совсем защитный. Не тот, который мне нужен. Так что мне пришлось похимичить с оттенками. Но на это тратится довольно очень много краски. И пора поработать руками. Мне надо окрасить пандажи опорных катков в черный резиновый цвет. И также ручному окрашиванию подвергнется и ствол орудия с внутренней стороны, и ремни брезента, и сигнальные огни танка. Впервые широкая публика увидела новые советские танки 7 ноября 1967 года во время парада на Красной площади. А их боевое крещение состоялось после ввода военного контингента в Чехословакию годом позже. В целом машина показала себя надежной, просторной, удобной и легкой в обслуживании. И лишь афганская компания выявила некоторые ее недостатки. В конце 50-х годов руководство СССР получило информацию о разработке и принятии на вооружение странами НАТО новых танковых пушек калибра 105 мм, что делало более уязвимыми самые массовые советские танки Т-54 и Т-55. К тому же 100-мм нарезная пушка танка Т-55 не могла пробить лобовую броню американского танка М48 Паттон-3, а в разработке у американцев находился М60 Паттон-4, в случае противостояния с которым Т-55 оказался бы в проигрышном положении. Разработка танка Т-62 началась в 1957 году у конструкторским бюро завода номер 183 под руководством Леонида Николаевича Карцева, главного конструктора Уральского вагоностроительного завода. Опытный образец был изготовлен в 1959 году, а в 1960-61 годах проводились его опытные испытания. Т-62 представляет собой дальнейшее развитие танка Т-55. Он имеет такую же компоновку и в нем используются те же узлы и агрегаты, что и на танке Т-55. 12 августа 1961 года танк был принят на вооружение, а серийное производство Т-62 велось в СССР с 1962 года по 1973 с выпуском около 20 тысяч единиц. Танк поставлялся и за рубеж с начала 70-х годов прошлого века. Компоновка танка была классической. Впереди размещалось отделение управления, а за ним боевое отделение, и в корме танка – моторно-трансмиссионное отделение. В левой стороне отделения управления располагалось место механика-водителя, который попадал на него через люк, расположенный прямо над сидением в подбашенной бронеплите, а за сидением вниз размещался запасной эвакуационный люк. В наблюдении за дорогой место механика-водителя обеспечивалось двумя призменными приборами наблюдения с пневматической очисткой жидкостью. А смывкой я поделю рельеф танка, и для зеленого отлично подойдет смывка черного или темно-коричневого цвета. В ночное время левый прибор заменялся на прибор ночного видения – ТНВ-2, позволяющий водителю видеть дорогу на расстоянии в 60 метров впереди танка. Фара инфракрасного излучения располагалась рядом с обычной фарой с правой стороны верхней лобовой плиты, а под водой танк управлялся при помощи курса указателя. Из-за большого веса зарядов заряжающий должен был обладать недюжей силой. Для решения этой проблемы на объекте 166 предшественники Т-62 испытывался опытный автомат заряжания «Желудь», но в серию танк так пошел без него, а «Желудь» послужил прототипом для автомата заряжания легендарного танка Т-72. В качестве силовой установки танка был выбран расположенный перпендикулярно корпусу 12-цилиндровой четырехтактной дизельной В-55В мощностью 580 л.с. Силовая установка располагалась в моторно-трансмиссионном отделении танка, а запас хода по шоссе составлял 450-650 км. Танк был оборудован системой противорадиационной защиты, которая могла работать как в автоматическом, так и в полуавтоматическом режиме. При автоматическом режиме перпатроны срабатывали, как только датчики улавливали превышение норм радиации. В результате закрывались герметизирующие танк-жалюзи, автоматически выключались вытяжной вентилятор и нагреватель воздуха, и включалась фильтр-вентиляционная установка, убирающая из поступающего воздуха радиационную пыль, бактерии или отравляющие вещества. Ну а после того, как смывка высохла, я применяю потом метод масляных точек. И тут я буду применять его не для загрязнения машины, а для придания просто цветового разнообразия. Все-таки я решила сделать модель довольно чистенькой. А на этих кадрах вы можете видеть, как работает стабилизатор вооружения танка. Да, на танках Т-62 уже стояли стабилизаторы вооружения. Корпус танка маневрирует, а ствол точно остается на месте. Так как для имеющихся на вооружении орудийных стабилизаторов новая танковая пушка была слишком тяжелой, их заменили на специально разработанный стабилизатор «Метеор». Был усилен поворотный механизм башни, ее погон и подбашенный погон под корпус фактически образовывал один большой радиальный упорный шарикоподшипник. Механизм поворота представлял собой планерный редуктор с электромеханическим приводом. Для защиты поворотной системы башни от попадания и стрелкового вооружения просвет между башней и корпусом танка по периметру бронировался путем приваривания корпуса бронированного кольца сечением 10 на 30 мм. Внимание, выстрел! Хочу отметить, что я в своей жизни слышала много танковых выстрелов, но исключительно в мирное время и на демонстрационных заездах. И хочу сказать, что гладкоствольная пушка танка Т-62 звучит громче всех. И все из-за того, что ствол гладкий и скорость снаряда, вышедшего из пушки, значительно выше, чем у нарезных пушек. Ну а методом сухая кисть я пожелезнет раки гусеничных лент. И даже на чистом танке без боевого опыта гребни должны быть блестящими. С помощью нагнетателя-сепаратора в танке создавалось избыточное давление, не позволяющее отравляющим веществам проникнуть внутрь машины в случае ее разгерметизации. При полуавтоматическом режиме при срабатывании датчиков включалась сигнализация, а инициализация перпатронов осуществлялась нажатием кнопки, механиком-водителем или командующим танка. Танк был снабжен системой автоматического пожаротушения. Противопожарное оборудование гасило очаги возгорания в соответствующем отделении смесью, состоящей из бромистого этила, углекислоты и сжатого воздуха. Оно также могло работать как в автоматическом, так и в полуавтоматическом режимах. И в конце своей работы над танком я установлю зенитный пулемет на свое место. И все, теперь танк может отбиваться от вертолетов. И вот такой танк у меня получился, и я не стала его никак грязнить, ведь настоящий прототип практически не участвовал в боевых действиях, и, соответственно, часто стояла в запасе, и поэтому срочники, да и не только, я думаю, делали из него просто конфетку каждый сезон. И поэтому я решила сделать его именно таким. И, конечно, у меня получился он немножко затертым, вот таким он у меня и получился. Надеюсь, это видео вам оказалось полезным и интересным, и вы вдохновились на свои собственные стройки. До новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok